В стена главного корпуса Кингуки прошла выставка под названием «Величественная Камчедаль». В фоя народ встречали бушующие вулканы, дикая природа, огромные бурые медведи. Все то, что попало в объектив фотоаппарата Трунова Дениса Олеговича, доцента кафедры оркестрово-инструментального исполнительства, и его друга, журналиста-путешественника Кравченко Валерия Трофимовича. Причиной данной выставки, по словам авторов, послужила сама природа, покорившая их своей первозданной красотой. После того, как уже были готовы все эти фотографии, пришла такая мысль, чтобы поделиться и с другими людьми, которые могут путешествовать, которые собираются путешествовать, просто со студентами, с преподавателями, чтобы они тоже смогли посмотреть эту красоту. В своем путешествии Денису Олеговичу посчастливилось увидеть Камчатскую землю с высоты птичьего полета, спать у подножия действующего вулкана, а также подстричать могучего хозяина Камчатского полуострова. Первая встреча была, когда мы ехали на машине на Урале, на огромной такой машине, забирались уже к вулкану, и по гребню вулкана бежал медведь, как бы нас встречая, прямо так по пути бежал, радовался, кувыркался, прямо вслед за машиной. Потом он исчез за бугром. И больше его не было. И через некоторое время, когда мы встали утром, пообедали, пошли в горы, потом спустились вниз к лагерю, смотрим, прямо около нашего лагеря, медведь разрывает нору, в которой живет местный сурок, Евразик его называет, разрывает нору, чтобы полакается им, роет, 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 роет. У нас была собака, она подбежала к нему, стала лаять, ноль внимания, пока он не вырвал, пока он не вытащил этого сурка, он не успокоился, он вытащил его, съел, сытый уже, довольный, пошел в нашу сторону. И вот все эти фотографии сделаны после этого. Особое впечатление на автора произвело извержение вулкана Безымянной. Денис Олегович считает, большой удачей увидеть такое уникальное явление. У меня чувство всегда радости. Хорошая радость, когда я вижу какие-то такие явления, типа извержения вулкана. В жизни такое редко действительно удается увидеть. Можно сказать, что удача большая. Потому что вулканы могут спать 500 лет, потом произойти извержение. И вот это извержение вулкана Безымянной, оно, наверное, тоже довольно редкое. Просто мы так удачно попали. Тоже это было рано утром, где-то в 7 утра произошло. Я встал от того, что у нас руководитель экспедиции, Шевсов Владимир Иванович, бегал мимо палаток и кричал, эй, люди, эй, люди, вставайте. Никто ничего не мог понять. Вдруг мы вышли из палатки и увидели вот такое огромное-огромное пепловое облако высотой примерно километров 10-14 оно было. Мы обалдели все. Ну, чувство такое, конечно, восхищение огромного. На память об этом событии у Дениса остались не только фотографии. С Камчатки он привез образцы вулканической породы, родившиеся в результате этого извержения. Как человек, любящий дикую природу, Денис Олегович собирается побывать во всех нетронутых цивилизаций и ее уголках. Поэтому еще будут поводы делать такие фотовыставки. Антон Усов для программы Артерия.